МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Дело не в проворот. На заседании Кабинета министров Чуваши обсудили 25 тем. Спорт для всех. Сотрудники министерств и ведомств готовятся сдавать нормы ГТО. Горячий вопрос. В преддверии отопительного сезона растут долги за газ. Прожиточный минимум пенсионеров Чувашской Республики на 2015 год может составить 5771 рубль. Величина рассчитана на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на продукты питания на 2015 год. Однако самыми актуальными темами сентября остаются все же спорт и жилье. Министр физической культуры и спорта Чуваши Сергей Мельников предложил внести изменения в Республиканский закон о физической культуре и спорте в связи с тем, что в федеральное законодательство внесены коррективы, касающиеся развития национальных видов спорта. До этого национальные виды спорта развивались лишь в субъектах и вся законодательная база разрабатывалась субъектом. В настоящее время в случае, если федерация получит статус общероссийской, для этого надо выполнить определенные критерии, то они работают по всей нормативной базе, в частности присвоение спортивных разрядов, званий и квалифицированной категории спортивных судей в соответствии с федеральным законом, как и остальные виды спорта. Всего в России официально признанных национальных видов спорта четыре, и один из них, борьба на поясах кирижу, развивается в нашей республике. С принятием изменений все они получат широкие возможности для выхода на всероссийский уровень. Одним из основных докладчиков заседания стал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Олег Марков. Он упомянул, что Чувашия является участником государственной программы «Жилье для российской семьи». Кабинетом министров уже подписано постановление об утверждении порядка отбора застройщиков и предоставления им земли. Сейчас необходимо приступить к формированию перечня категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса. Право на приобретение жилья экономического класса предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории Чувашской республики, которые отнесены к следующим категориям. Это имеющие обеспеченность общей площадью жильевых помещений в расчете на гражданина и членов его семьи не более 18 квадратных метров, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодным для проживания или в домах, которые признаны аварийными и подлежащему сносу или реконструкции, имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся получателем материнского капитала, а также имеющих трех и более несовершеннолетних детей, являющихся ветеранами боевых действий и других категорий. По программе в республике до конца 2017 года планируется построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. В Чебоксарах в числе первых площадок, где появятся дома эконом-класса, названы микрорайон Гремячево и Соленоя. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. В преддверии начала отопительного сезона в правительстве республики обсуждали горячий вопрос. Однако связан он не с температурой теплоносителя, а с задолженностью перед поставщиками ресурсов. Газовики возмущены. Долг за голубое топливо на 22 сентября составил 328 миллионов рублей. И это почти на 140 миллионов больше, чем год назад. Некоторые муниципалитеты отчитывают сочетление о 100% готовности к началу отопительного сезона. Между тем, ситуация там крайне сложная. График погашения задолженности по республике был утвержден. Более того, газовики не применяли санкции к организациям-должникам, то есть всячески шли навстречу. Большинстве муниципалитетов ситуацией воспользовались. Однако в отдельных районах по-прежнему ссылаются на отсутствие средств в бюджетах. А вас никто не заставляет бюджета давать. Надо работать со своим населением. Почему, я еще раз привожу. Красноармейский район не есть же. Ситуация не всегда была. Морга лучше возьмем. Вот в прошлом году была, до начала отопительства сложная была ситуация. Но в принципе, вошли в график, оплатили. Сейчас вышли на, даже, я так понимаю, балансы. Почему? Премьер-министр Чувашии поручил руководителям муниципалитетов утвердить графики погашения задолженности, строго их соблюдать и мобилизовать все усилия по подготовке к отопительному сезону. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Иван Маторин также обсудил с представителями министерств и реализацию майских указов президента России. На повестке дня дошкольные образовательные учреждения. Очереди в детские сады Янтиковского, Козловского и Алатарского районов практически отсутствуют. Налаживается ситуация в Маргаушах и Урмарах. Однако в части районов проблема все еще остается. За 11-13 год проделана значительная работа по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях. Очередность, она растет из месяца в месяц. И вот на 15 сентября уже в республике такая очередность существует, детей старше трех лет. И прежде всего это в наибольшую очередь город Чебоксара, Чебоксарский район, Вурнадский район, как город Канаш, Комсомольский и для других районов, где у нас или строятся объекты, или мы сегодня предпринимаем меры в 2014 году и задачи на 2015 год, с тем, чтобы обеспечить местами детей не только старше трех лет, а старше двух лет. В рамках совещания затронули вопрос увеличения заработной платы воспитателей в детских садах. Было бы справедливо рассчитывать ее от количества детей в группе, а не от прочих факторов, отметил министр образования республики. В целом указы президента страны в Чувашии выполняются, резюмировал Иван Моторин. В этом году построено 14 новых детских садов. Еще 12 планируется достроить следующим. 23 сентября состоялось очередное 43-е заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. В повестке дня было более 10 вопросов, в том числе народные избранники обсуждали подготовку к международному форуму «Россия – спортивная держава». На заседании было принято 10 решений по вопросам, касающихся управлением муниципальным имуществом. Были внесены изменения в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, в положение о порядке организации проведения публичных слушаний, в схему размещения рекламных конструкций на территории столицы, в правила эксплуатации восстановления и охраны зеленых насаждений. Депутаты, в частности, дополнили перечень мероприятий, при которых могут выдаваться ордеры разрешения на вырубку зеленых насаждений. Например, при проведении на земельном участке инженерных изысканий прокладки коммуникаций. Все основные вопросы, стоящие на повестке дня, депутаты обсудили за 27 минут. Это говорит о том, что все вопросы были тщательно проработаны в комиссиях. Кроме того, заместитель главы администрации города Алла Салаева представила спортивную атрибутику и сувениры с фирменной символикой города, подготовленные специально для форума «Россия. Спортивная держава». В том числе для юных спортсменов, которые будут принимать активное участие в форуме, приготовили подарки – шапки, шарфы и спортивные костюмы. Раскрыла Алла Леонидовна и другие секреты спортивного праздника. Состоится одно из мероприятий, которое привлечет внимание всей страны. И главным режиссером этого мероприятия является академик, режиссер-постановщик массовых спортивных представлений. Лауреат международного конкурса режиссеров – это Алексей Валентин Александрович. Он сегодня с командой из большого количества режиссеров уже выстраивает спортивный парад. Это будет очень зрелищно. Сегодня уже достигнута договоренность. И из музея Олимпиады 80 будет открывать этот парад тот самый «Мишка». И встретится он с тем самым «Мишкой», который в 2014 году представлял сегодня Олимпиаду. И именно с этого начнется встреча двух символов Олимпиад, самых известных и самых важных для нашей страны. И начнется эта пара. Ксения Соловьева, Александр Петров, Республика. На собрании обсудили и проведение дня сдачи норм ГТО. 27 сентября принять участие в акции смогут все желающие. И глава Чебоксар Леонид Черкесов призвал депутатов проявить максимум активности. Подготовка к Республиканскому дню сдачи ГТО идет полным ходом. На стадионе «Энергия» репетирует торжественную часть. Между тем, все чаще и чаще на глаза горожанам попадаются сотрудники Республиканских министерств и ведомств в спортивной форме. Нет-нет, этот дресс-код в Доме правительства не поменялся. Просто чиновники готовятся принять участие в спортивном тестировании. Сначала были сомнения, кто-то не хотел, кто-то под любым предлогом отлынивал. Но после двух, трех, четырех пробежек народ стал говорить, как это здорово, как это приятно. И все вовлекаются в этот здоровый образ жизни. Потому что ничего греха таить. Сидячая работа, она влечет за собой много явных и неявных заболеваний. И поэтому вот эта небольшая, пусть, пробежка ежедневная, она сподвигнет нас в будущем к здоровому образу жизни и к желанию быть здоровыми. Это здорово. Погоду как будто специально заказали для тренировок, так что чиновники сочетают приятное с полезным. А в пользе такого рода досуга никто не сомневается. Массовые зарядки укрепляют не только тело, но и дух. Немаловажно это не только для здоровья, но и для какой-то поддержки корпоративного именно духа. А сейчас у нас даже уже многие ждут, когда закончится рабочий день. И наконец-то уже можно выйти позаниматься, как-то отвлечь свои мысли, как-то на свежем воздухе побыть. В общем, это очень такой заразительный пример. По словам специалистов Мининформполитики, которые также регулярно выходят на спортплощадку, некоторые чиновники республики уже попробовали сдавать нормы ГТО. И не безуспешно. Остальные готовятся. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Ни для кого не секрет, что дети – самые большие любители сладкого. От злоупотребления шоколадом и леденцами страдают еще не окрепшие молочные зубы. Причиной заболеваний полости рта может стать и плохая гигиена, и упущение родителей. Не все мамы и папы регулярно приводят малыша на осмотр. Приоритетным направлением детского отделения Новочебоксарской городской стоматологической поликлиники является профилактика заболеваний у детей. Работа в дошкольных учреждениях помогает предупредить возможные болезни. В конце сентября эстафету здоровья принял Новочебоксарский детский сад номер один. Команда врачей-стоматологов оказалась на детском утреннике отнюс не случайно. Карий с молочных зубов и нарушение прикуса – основные диагнозы у детей 4-5 лет. Чтобы не иметь проблем с коренными зубами, необходимо беречь молочные зубки. Поделился с малышами бельчонок Новчик. Он же помог ребятам сформулировать основные правила ухода за полостью рта. Кто знает, сколько раз в день нужно чистить зубки? Два! Утром просто не завтрак, а вечером перед сном нужно каждый день обязательно чистить зубки, чтобы там не появились микробы. А кто знает, что нужно кушать, чтобы зубки были здоровыми? Кастрюки! Яблоки! Еще что? Морок! Морок! Еще что? Капусту! Капусту! Микробы! Овощи, зубки, зубки! Обязательно! Вы такие молодцы, все знаете! Ну-ка скажите, а кто любит конфетки? Да! Все любят конфетки, да? Но конфетки кушать много нельзя. После того, как вы съели конфетку, нужно или почистить зубки, или прополоскать ротик. К концу утренника дети запомнили, что зубы надо чистить дважды в день специальной детской зубной щеткой. Посещать зубного врача не менее двух раз в год, а щетку менять четырежды. Если соблюдать эти нехитрые правила, то зубы будут здоровыми и крепкими, как у бельчонка. Счастливые дети – это счастливые улыбки. А когда у нас счастливые улыбки, что нам дают счастливые? Красивые, крепкие зубы! Большое вам спасибо! Мы будем очень рады присутствовать на вашем празднике. Походите к нам в гости! В Новочебоксарской городской поликлинике успешно работает школа здоровья «Радуга» для малышей и их родителей. Это первая школа в республике, которая обучает гигиеническим навыкам форме театрализованного представления. В прошлом году спектакль «Зубная фея» смогли посмотреть воспитанники новочебоксарских детских садов. В планах на этот год – постановка кукольного театрализованного представления. В качестве актеров и сценаристов выступают сами врачи. Они уверены, что подобного рода мероприятия не только обучают детей уходу за зубами, но и помогают преодолеть страх перед стоматологами. Дарина Игнатьева, Республика. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Я готова передать слово коллегам и программе «По существу». А вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин